На Одесской киностудии начались съемки полнометражной исторической картины. Ее рабочее название – «Тайна старого хронометра». Это история о жизни изобретателя первого в мире киноаппарата для съемки Иосифа Тимченко, про актрису Веру Холодную и саму киноиндустрию. Подробности смотрите в сюжете Ольги Голдовой. Профессиональный грим, костюмы 19 века и локация на Одесской киностудии готовы к съемкам первой сцены. Съемочная группа приступила к созданию исторического кино. Фильм о событиях в Одессе, которые происходили в конце 19-го – начале 20-го столетий. Фильм, по сути дела, рассказывает о первом изобретателе кинопроектором, который еще за два года до братьев Люмиер показывал вот эти живые картинки. Этот изобретатель – Иосиф Андреевич Тимченко. Он был одно время как-то забыт, а сейчас мы его вспоминаем, потому что с ним связано возникновение отечественного кинофотографа. Он украинец, он с Харькова приехал в Одессу. Картину снимают по мотивам историко-биографического романа Сергея Гавриленко «Человек с преображенской». В книге описана жизнь известного механика и ученого Иосифа Тимченко. По сюжету он пришел к ростовщику просить вдол деньги на свое изобретение. У меня был опыт там, я играю в театре ростовщика, бег такой, есть спектакль «Свадьба Кричинского», но здесь я играю другого совершенно, другой ростовщик, такой добрый, такой с хитрецой. Я, конечно, извиняюсь за назойливость. У меня внутренний голос говорит, что вы ко мне пришли по какому-то вопросу. Ну, такой добрый, такой ростовщик, понимаете. Ну, такие тоже могут быть. Не всегда я говорю, а там я говорю, такой пах, понимаете, страшно. А здесь такой добрый, да. Ой, 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 возьми, ой, ой, 15 тысяч. Вы представляете, молодой человек, сколько процентов может набежать за 15 лет? Нет, но я согласен с любой суммой. Сказать фразу из роли. Вы знаете, проценты, нет, меня не интересуют проценты, я согласен на все. Человек, которому наука, человек, которому производство, человек, которому изобретения были важнее, чем собственная жизнь, который смотрел на век вперед. Он просто делал этот мир, делал сам, делал ради нас с вами, живущих здесь. Но свой киноаппарат Тимченко так и не запатентовал. В фильме покажут детективную историю с его изобретением, картины, связанные с киностудией, а также зритель увидит известную актрису Веру Холодную. Знаете, наверное, я ее ждала всю жизнь. Вот эту роль, вообще вот эти все события. Я, наверное, к нему очень долго шла. Я ее заслужила. Она сама по себе героиня, она очень тонкая, она очень нежная, она мудрая, не по годам. Ей было сложно жить. Она хотела простого человеческого женского счастья. И вот то, что ей на плечи на ее свалилось, вынести, перенести было достаточно непросто. Я играю первого человека в ее жизни. В ее жизни не любовник, не дети. Первый человек – это антрепренер. Ну что актер без антрепренера? Особенно в конце 19-го, начало 20-го века. Мы для актера все. Мы их продвигаем. Кинолента также приурочена к 100-летнему юбилею Одесской киностудии. Его отметят через два года, но актеры готовят подарок заранее. Оскільки в цьому році 110 років национальному кинематографу. В национальному кинематографу повязано багато цікавих историй. В тому числе одна з таких особливостей, что украинское кино починалося саме в Одесе. И приблизно на цьому місці, где мы зараз знаходимся. Це такая знаковая подія. Тому, якщо прошло 110 років, а в Одесе продолжают снимати кино, отже Одеса виправдовує своє звання флагмана національного кинематографа. Несколько сцен картины снимут в 5-м павильоне Одесской киностудії. Дальше съемки продолжатся в Оронцовском дворце, оперном театре и на улицах города. Киноленту покажут в сентябре 2018-го. Ольга Голодова, Виталий Кононов, 7 канал.